Когда мне минуло 10 лет, я прочёл и перечитал книгу «Восемьдесят тысяч лье под водой». И я дал себе клятву, первую в жизни и настоящую. Я сказал, я буду моряком, подводником и капитаном, командиром подводного корабля, как капитан Мема. Ну, конечно, смеялись все и говорили «Басни!». Ему удалось превратить мечту в реальность. Но сколько преград стояло на пути. Об этом у нашего героя масса воспоминаний. Кстати, все, кто хорошо знает ветерана Великой Отечественной войны, капитана второго ранга Дмитрия Мироновича Дубмана, утверждают, что ему просто необходимо писать книги. Настолько увлекательно и подробно он излагает факты своей биографии, начиная с самого детства. Я своей родиной считаю город Житомир на Украине, где 5 октября 24-го года я выпрыгнул на белый свет. У него был хороший музыкальный слух. И мама, Полина Абавраумовна, мечтала вырастить сына пианистом. Но у маленького Димы не было времени на музыку. Он зачитывался книгами. Любимые авторы от Жюль Верна до Джек Лондона – это те, которые сочетали характеры людей, любовь к путешествиям, к природе. И Жюль Верн был моим любимым писателем не случайно. Жюль Верн, который дальше Парижа практически почти не выезжал, но который писал обо всём. О Знойной Африке, о горах, о Аргентине. Обо всём можно было читать по его книгам энциклопедии. Вашему отцу, Мирону Осиповичу, досталась боевая юность. А что вам про неё было известно? Мне было известно, что его взяли в пехоту, в разведку. После революции Мирон Дубман попал в дивизию Щёрса, а потом Мирона Осиповича перебросили в Туркестан, где он командиром эскадрона дрался с басмачами. В 1924 году вылез из седла, женился. А чуть позже вместе со своей Полиной и маленьким сынишкой приехал в Подмосковье, куда его направили как чекиста помогать коммуне, созданной Дзержинским. Отец к тому времени был человеком развитым. По ночам читал, писал, издавал экзамены. И кончил он два высших учебных заведения. Когда создавался завод «Спартак», отец был заместителем по экономике. Это был один из семи заводов, на котором пытались перевоспитать бывших беспризорников и уголовников. Та коммуна, о которой я говорю, вам всем известна. Я только назову кинофильм «Путёвка в жизнь». Мустафа дорогу строил, Мустафа её чинил, Мустафа по ней поехал, а Жиган Жаров его убил. Это семи километровка от коммуны до Панков, до Люберец. Именно там, в Люберцах, наш герой пошёл в первый класс. Вокруг были леса Гремяческий, Котельнический, Петровский, где на берегу Кривого озера была Лысая гора и огромные берёзы, которые якобы посадил Наполеон. И там было два озера. Кривое, с великолепной родниковой водой, и Круглое. Вот как раз на одном из этих озёр в июне 1941 года и собрались возле костра мальчишки-одногодки, окончившие девятый класс. Все, как на подбор, ворошиловские стрелки, отличники ГТО и других оборонных знаков. Кроме того, за плечами у нашего героя было три прыжка с парашютом и снайперская школа. А день тогда был воскресный, ясный, солнечный. Прибежал парень, как потный, рыжий, и крикнул «Война!» и убежал. Взрослые начали быстро тушить костры, замолкли гитары, гармонии. Вот, и мы тоже побежали. Первые четверо суток вы пропадали в военкоматах. Сначала Люберецкий, потом подряд два-три военкомата московских, два-три-четыре других. Нам везде говорили одно и то же. А последний военком сказал, «Мы вас не хотим обидеть. Мы знаем, что вы готовы, красноармейцы. Вы молодцы. Но на поле боя кто-то из вас будет убит, а кто-то тяжело ранен. И там фашисты найдут там бумажку, где написано 24-е годы рождения. И тогда Геббельс на весь мир объявит, красная армия погибла, воюют дети». А потом кто-то шепнул ребятам, что надо бежать в Сокольники. Там формируется комсомольский батальон. Ну, 600-650 человек. А в очереди моей стоит 900, а там 800, а там еще. Ну, кого же они отберут? Ну, и в очередь двигалась, двигалась, двигалась. А потом я услышал. В резерв. А потом я прислушался. Спрашивает, комсомольский билет, военная специальность. И у меня отошло. Так, я знал. Ну, я пройду. 27 июня Дмитрий Дубман принял присягу. Был записан младшим сержантом, командиром отделения взвода батальонной разведки. Мы уже были вооружены. Разведчики, карабин, 60 патронов, две гранаты, противогаз, саперная лопатка, которой мы не знали, как окапываться. Мы потом научились, вот, потому что война научила нас быстро. 29 июня ваш батальон отправился на Западный фронт. Самый страшный был Западный фронт. Прямая дорога на Москву, через Брянск, вот, через Смоленск. Отступление началось уже до того, как мы попали на фронт. Доехали до реки Сож. Река Сож – это административная граница России и Белоруссии. Об этом страшном периоде столько написано, столько снято фильмов, но каждый живой свидетель добавляет свои факты, свои эмоции. Что вы вспоминаете? Иногда нас фашисты перегоняли, они уже просачивались, они уже были в хуторах, в небольших деревеньках. Мы уже видели повешенных, так, мы видели изнасилованных, изуродованных людей. Мы прошли через Вязьму, через Ельню, вот, мы прошли мимо Брянска, и мы дошли до Смоленска. А там уже шел бой. Гитлер дал на взятие Смоленска трое суток. Бой под Смоленском был больше месяца. Наш батальон дрался там примерно три с половиной недели. Мы ушли на запад, потому что пробиться к своим мы не могли. У нас не было патрон. После Смоленска нас осталось по пересчету 300 человек. Значительная часть из них была раненых. А тяжело раненых в ноги, в живот мы оставляли в этих хуторках. Отступая, разведгруппе Дубмана удалось как-то взять языка. Классного языка взяли, штандартенфюрера. Часового снимал я. И я подсчитывал. Вот он идет 26 шагов. Вот он остановился, огляделся. Что-то он крутит головой, непонятно. Идет обратно. А потом я понял, он закурить хочет. Я просчитал, когда он пойдет к бочке, обопрется, вот, оглядится и будет закуривать. А я в это время был уже за бочкой, за его спиной. Вот. Это был баварец. Ну, метр восемьдесят минимум. И тогда левая рука вот так, а вторая правая рука бьет вот сюда, в центр этого треугольника. И перерезается этим ударом. Я его, как девушку, мягко сажаю. Шмайсер у меня. И я помахал. На посту я. Добыв языка полковника СС и добравшись до дороги, разведчики наткнулись на колонну немецких танков и грузовиков с пехоты. Переждали. Последним тянулся обоз, но они решили рискнуть. Там болото и качкарник. Я сказал, первым фашиста, вторым на укрытие, потому что обоз начнет по льбу. Последним я. И когда я собрался бежать, мне Кутанов крикнул, Дима! Я повернулся, а с откуса на меня прыжками летит долговязый фашист. Так? Вот. Я выстрелил, так? Он мертвый, так? Но он сделал прыжок, а штык он вогнал мне в шестое ребро. Ну, я выдернул этот штык. Он вообще лежал, дохлый, так? Вот. А я через дорогу. Уже началась пальба. На ближайшем хуторе они отыскали фельдшера, который оказался ветеринаром, и тот безо всякого наркоза и особых инструментов зашил Дубману рану. Он промокал, шил, там, бурчал чего-то. А потом я чувствую, что он закатывает трубку. Я не пойму, что он трубку закатывал. Он прошил. Ну, он говорит, ну, все, сынок. А через две недели, бродя по лесам, бойцы встретили остатки медсамбата. Девчонки голодные, усталые, больные, абсолютно выбитые из строя. Там не было ни одного врача. Батальоном командовала старшая медицинская сестра, которая мне перешила штыковое ранение. Она только сказала, боже мой, что он наделал? А, ну, все понятно. Вот когда распорота там бок у лошади, коровы, значит, какой-то кол напоролась, закручивает трубку. Ну, он тебе, как молодого жеребца, тоже закатал в трубку. Она расшила это, она разгладила, она зашила. Продвигаясь дальше, в количестве 71 бойца, дошли с боями до Брянска. Переправились через Десну, окопались, стали ждать, что дальше. И солнышко в глаз справа вот пошло, и к реке идут в расхрыстанных шинелях, рваных, так, с пилотками, а в пилотках звездочки. Мы повскакали, мы кричали, мы их обнимали. Это был Брянский укрепрайон. До сих пор Дмитрий Миронович не может без волнения вспоминать о том, какую проверку тогда прошел каждый, кто вышел из окружения. В октябре 41-го они дошли до Малой Ярославца Московской области, но продержались там не больше недели. Фашисты нас выбили. Дело в том, что их было в два раза больше. И человеческой силы, и танков, и особенно авиации. Особенно. Ну, мы были уже терты по-настоящему. Под Москвой вы были ранены. Как это случилось? Мы отошли к реке Нара. Уже с боями отошли на Нару. Это уже прошел ноябрь, декабрь. Уже морозы были жуткие. Местами до 40 градусов. У меня шинель была. Через нее можно было звездное небо изучать. У меня осталось одна пилотка. Ну, а что такое пилотка с опущенными ушами в 30-40 градусов мороз? На сапогах у меня было килограмма полтора-два проволоки. Потому что там подошва отлетела. И мы окопались под Нарой. Мы знали уже цену лопатки. Немцы тогда выискивали наших снайперов по квадратам и били по ним из минометов. Я знал еще квадрат и они нащупают меня. Мины взорвались так буквально от меня ну два метра так может быть. У меня каски не было. закрыл мою пилотку самой лопатой. Вот. удар и вылетела лопатка. У меня три осколка прошли. А деревянных осколков лопата расщепилась и деревянных было бог его знает сколько. А в голову я еще кое-что видел и потом все исчезло. И очнулся я через пять суток в городе Казани. Недели через три-четыре ко мне пришли курсанты девятой специальной военно-воздушной школы РКК. Курсанты принесли Дубману программу за десятый класс и стали помогать ему в подготовке к экзаменам. Пролежав в госпитале четыре с половиной месяца он сдал в этой спецшколе экзамены на отлично и снова собрался на фронт. Но в военкомате сказали как отрезали. У Дубмана нет восемнадцати лет. Он навоевался. Вот. Его госпиталь выписывает по белому билету. В то же время специальная военно-воздушная школа направила его как отличника учебы в Ленинградскую военно-воздушную академию, которая находилась тогда в городе Йошкар-Ала. В город он прибыл, но учиться наотрез отказался. Потому что я потеряю море. Я стану офицером авиации. Так? И для меня моя мечта пропадет. И во время войны вы тоже об этом помнили? Я, конечно, помнил. дважды Дубман получал по 10 суток гауптвахты, но стоял на своем, пока его не вызвал к себе начальник академии. Он сказал, ладно, Дима, я тебе тоже даю слово. Ты дал слово, я дал слово. Мы тебя найдем, если ты будешь живой, мое слово, что мы тебя вернем в Ленинградскую военно-воздушную академию. В результате Дмитрия Дубмана отправили в специальный штурмовой полк. Прошел месяц, приказ Сталина всех, кто имеет какое-то отношение к авиации, вот, с любых должностей снять и кинуть в воздушные армии. В штурмовом полку было написано, слушатель Ленинградской военно-воздушной академии. Через месяц меня кинули в 5-ю воздушную армию. Я прошел школу авиамехаников, но школу курсы борт механиков. В полете я лечу за рукоятями ШКАСа. пулемета на полутурели, так, спиной к пилоту, вот. А на земле я латаю, ремонтирую машину. Меня отправили в 714-й отдельный авиационный орден Богдана Хмельницкого полк разведки и связи. Потом был Степной фронт, второй Украинский, Уже из мирной и ликующей Болгарии полк бросили в Трансильванию, а победу пришлось праздновать чуть позже, 15 мая, под Братиславой. В высоких татрах был эсэсовский корпус. Там был не один эсэсовский, там и другие, те, которые не рассчитывали ни на какое помилование. Они знали эсэсовцам смерть. И они оборонялись до последнего. После войны Дмитрий Дубман продолжил службу в полку. Но однажды в штаб 5-й воздушной армии пришел пакет. Это было невероятно, но Дубмана действительно вызывали на учебу в Ленинградскую военно-воздушную академию. Однако, оказавшись в Ленинграде, он все же добился перевода в другое военное училище. Был зачислен высшее военно-морское ордена Ленина краснознаменное училище имени Фрунзе, то, которое батюшка наш Петр I создал в 1701 году в Москве здесь в Сухаревой башне, а через год в Санкт-Петербург перевел и там до сих пор на Васильевском острове. Ну, я мечтал. Я всю войну прошел с мечтой. В тот период он впервые после войны попал в отпуск, встретился с родителями и сестрами. Учеба на самом деле это было высшее наслаждение, достижение мечты? Да. Я учился легко и играючи. Я был старшиной класса, командиром взвода. У меня не было разочарования. Я знал, что будет трудно, потому что я должен был пройти после фронта так все, что я позабыл. Училище Дмитрий Дубман окончил с отличием и поэтому имел право выбирать флот и корабль. И я выбрал Тихий океан, подводные лодки. Я сразу был помощником командира корабля М-3. Это малютка шестой серии. В огромном списке годового плана я первые четыре вопроса писал для военно-морского флота. Разведка скрытых каналов, разведка берегов с высадкой десанта, разведка для приема десантных и диверсионных групп и так далее. Годы его службы на подводных лодках на Тихоокеанском флоте, Балтийском, в Китае, на Камчатке, в Совгаване. Сегодня это бесконечные истории об увлекательном жизненном пути, о спортивных достижениях нашего героя, об увлечении охотой, интересных открытиях. В 1967 году пришло время уходить на пенсию. Когда мне сказали, все, столько не плавают, и ты тоже уймись, хватит с тебя пять боевых подводных лодок, все, на берег, я сказал, что на берег я не пойду. Вот тогда-то он и создал группу глубоководников и занялся исследовательской работой. Боевая подводная лодка, ну, 200 метров рабочая глубина, 300 предельная, ну, 300 метров рабочая, 450 предельная, час, и уходи. Вот. А я уходил на полтора километра, и я впервые погрузился и увидел мир под водой в огромные иллюминаторы. Со своим напарником, профессором института географии, академии наук, Зинковичем, они изучали причину разрушения берегов, и для этого Дубман со своей группой опускался в каньоны и ущелья. Об уникальных открытиях и многих подробностях фронтовой жизни Дмитрий Миронович нередко потом рассказывал своим воспитанникам юношеского военно-морского клуба «Каспеец». В общественной работе он остался таким же неугомонным, до сих пор является председателем Совета ветеранов Краснознаменного Балтийского флота и, как прежде, среди его любимых книг повести и романы Жюль Верна. Я иногда в океане всплывал и вот огромный океан, тишина, легкая волна. Почему я вспоминаю? Потому что иногда у меня мелькала такая мысль. Вот у меня будет такой кусочек земли, я буду что-то там сажать, а оттуда будет что-то вырастать. Это удивительно. Сегодня Дмитрий Миронович Дубман с удовольствием вместе с женой Еленой Владимировной проводит время на даче, где чистый лес и родниковая вода. Он наслаждается земной красотой, но все так же вредит океаном и бесконечными воспоминаниями. Что сегодня самое важное для ветерана Великой Отечественной войны? Ну понятно, что внимание к нему, забота. Вот что для человека? Самое важное это успеть передать правду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова